Сказка. Царство Пальмиры. Глава вторая. Читает автор. После бурной ночи девицы легкого поведения высыпались. Как проснулись, сложили завтрак вместе и обед и наелись до отвала. Потом пошли прогуляться на воздух по аллейкам дворцового сада. Какие планы на сегодня? Кем и где будем куролесить? Ты вчера молодой Мишелью быть хотела, точнее ее героиней фильма Анжеликой. Венера щекнула пальцем и все три сестры превратились в известную кинодиву Анжелику. Теперь может осчастливим кого-нибудь из ее фанатов? Несмотря что фильму более полвека, к актрисе и тысяче писем приходит до сих пор. Значит любят, помнят, не забыли. Что похвально. Есть фильмоман один. Больше всех просмотрел он фильмов с участием Мишель. Ну что, сестрички дорогие, проведаем мы мужичка? Полетели. Очутились в доме. Мужичок тот рылся, искал диск на антресолях. Фильм заветный. Ты не Анжелику часом ищешь? Весна спросила. Мужик ответил. Да. И рылся дальше. О, зачарованный ты наш. Никакой реакции на нас. А мне сейчас никто не нужен. Тем более, что я сейчас простужен. И, надышавшись пылью, мужичок чихнул. Апши! Ну что ж, любезный, будь здоров. Если болен, почему без докторов? Мое лекарство лишь одно. Посмотреть любимое кино. И что, в сотый раз не надоедает, милый мой? Луна, быстрее стул неси, а то от удивления сейчас свалится наш герой. Мужик обернулся, посмотрел, выпучил глаза и, побледнев, стал падать от волнения. Луна вовремя ему подставила стул, чтобы не упал на пол. Боже мой, да как это возможно? Моя любимая Мишель, дорогая Анжелика, ты совсем нет. Вернее, вы совсем не изменились. А почему вас трое? А мы, как говорят земные, просто сёстры-близнецы. Нет, не близнецы, а тройницы, наверное. Я уже не помню, как правильно мне вас называть. Святая Троица, короче, сёстры рассмеялись. Только нимбов не хватает для святых над головами. Ну, любезный, чего нет, того нет. Мы ещё не совсем святые, а только учимся ещё на них. А как же это вам удалось, Мишель, годами сестёр своих от всех скрывать? А я наивный верил в то, что всё о вашей личной и актёрской жизни знают. А тут такой сюрприз, прям обухом да по башке. Мы недавно сами всё узнали. Обухом не надо. Лучше чаем нас ты угости. Да какой там чай? Может, просто я, наверное, сплю? Ну, ради такого дела можно и проверить. Давай, родной, тебя я ущипну. И Венера ущипнула мужика за ягодицу. Ой, мама, больно. Но надо же, какой реальный сон мне снится. Даже с болью. Фантастика совсем. Сейчас мобилу я возьму. Он взял мобильный. И давай снимать сестёр. Да, пожалуй, чая мы так и не дождёмся с этого луна. Да какой там чай? Я штатив сейчас возьму и на фотоаппарат нас всех сниму. А то кому сказать, ведь не поверят. Он прикрутил к штативу фотоаппарат, завёл таймер, подошёл к Анжеликам, сфотографировался. Один раз, потом другой и третий. Мама дорогая, на сайт из Заргружу, друзья, подруги, обалдею. Блин, забыл, у меня ведь и камера ещё есть. Надо тоже заснять и выложить в Ютубе. Прикрутил камеру к штативу и включил. Ну, обнимите меня, Анжелики, дорогие. Что вы как неродные? Я столько лет о вас мечтал. Они его обняли. Весна шепнула. А как же чай? Да какой там чай? А давайте вы меня втроём поддержите, а я лягу вам на ручки, как на диванчик. Он лёгся им на руки, они его держали. Мужик в камеру свою кричал. Передаю привет всему колхозу, Марусе, Фросе, Наде, родне всей друзьям, знакомым. Как видите, меня звёзды носят на руках. Мы с Анжеликами новый сериал снимаем. Луна сказала. Всё, хватит. Надоел уже. Линяем. И исчезли сёстры. А мужик с грохотом свалился на пол и застонал. Видать, конец фильма прищемил. Сёстры, они же Анжелики, очутились то ли в Голливуде, то ли в Вашингтоне на оживлённой улице. Народ увидел их, заликовал и закричал. О, Боже, Анжелики! И Луна сказала. Так, а ну бегом, бежим, прячемся. Куда от них подальше? И забежали в первый попавшийся небоскрёб. С надписью. То ли СНН, то ли Би-Би-Си. На вахте охранники все обалдели. Боже мой! Какие люди в Голливуде! Билл, повернись, глянь и посмотри. Билл повернулся, тоже ахнул. Какое поразительное сходство! Потом, ребята, будете глазеть. Сейчас толпа вам двери разнесёт. Где и как укрыться нам? А, вы, наверное, к режиссёру. Вон там лифт. Туда бегите. На шестнадцатый этаж он вас отвезёт. А я позвоню, предупрежу. И народ попридержу. Так, граждане американцы, На двери не давите. Соблюдаем спокойствие. Это частное владение. А кто буянит штраф. Другой охранник шефу позвонил. Сказал. Там к вам Мишель. Какая ещё Мишель? Фильм Анжелика Маркиза Ангелов, знаете? Ну, знаю. Вот Анжелику и встречайте. Выберите сами, какая вам нужна. Анжелики пришли. Вся студия сбежалась. Кроме тех, пожалуй, Кто новости в прямом эфире выпускал. Продолжение следует.